Сегодня я собираю урожай своих баклажанов. Смотрите, какие красавцы! Но на кустах еще остается довольно-таки много плодов, которые не дозрели, не набрали свой вес. И очень важно, чтобы все питательные вещества и чтобы все силы с куста направить именно на наши плоды. Это сорт Эпик. Довольно-таки урожайный сорт. Очень довольна я им. И что я сегодня сделала? После сбора урожая я еще раз просмотрела свой куст. Удалила все лишние листочки. Нижний листочек я оставила тот, который прилегает к нижнему плодику. Плод еще должен набрать вес. И поэтому он будет еще какое-то питание получать через этот листочек. И я его не удаляю. Выше у меня был снят плод. Поэтому этот лист я удалила. Он уже не нужен. Также все пасынки, которые сформировались, опять я их все удалила. Вот у меня здесь еще вот такой пасынок. Он даже если и завязывает, вот тут у меня будет тоже плодик. Но его я уже удалю. Потому что время у нас уже ограничено. Сегодня 8 августа. И вряд ли этот плодик уже успеет сформироваться. Тем более на этом кустике есть еще вот такие плоды. Которые тоже может быть еще и успеют нам дать урожай. Баклажаны теплолюбивая культура. Поэтому время действительно ограничено. Также вам хочу показать еще два сорта, которых у меня есть на грядке. Я про них говорила. Это сорт Эпик. Эпик вот я вам показала. Это сорт Жизель и Марципан. Они были заявлены как раннеспелые. Но сегодня с них я сняла только первый баклажан. Он такой огромный. Это сорт Марципан. Вот с этого кустика. А также у него выше есть плодики. Но вот такой один только большой баклажан. Все остальные только вот набирают вес. Все кустики с урожаем, все завязаны, формируют плоды. Вот там можно тоже увидеть. Этим сортом я тоже довольна. Потому что хорошо завязаны. Посмотрите, вот. И такое ощущение, что он прям как пучкообразный огурец формирует вот несколько сразу плодов из одного вот места. Да, есть такое. Посмотрите, сколько плодиков. Так что тоже это, скорее всего, урожайный сорт. Просто в этом году у нас была довольно-таки холодная весна. И баклажаны мы высадили поздно. Скорее всего, причина в этом. И сорт Жизель. У него уже баклажанчики вот такие. Длинненькие, другая форма, нежели у марципана. На вкус не пробовала еще, но тоже все кустики завязаны. В этом, в следующем году я обязательно тоже повторю эти сорта. Так как действительно они довольно-таки хорошо формируют. Много завязи дают. И также хочу я вам показать, что у меня перец такой есть горький. Я показывала, что я его сажаю уже несколько лет именно с баклажанами. Это хороший для меня выход, чтобы не делать отдельно для него тепличку, парничочек. Вот так он хорошо себя тоже здесь чувствует. Завязал много таких перчинок. Сегодня тоже уже буду делать сбор урожая. Продолжение следует...